Приветствую уважаемые! Ну что, сегодня я вам расскажу про ультрабюджетного китайца. Знаю, что многим из вас нужно что-то на второй номер, на третий номер, ну такой вот не совсем, чтобы кнопочную звонилку, чтобы все синхронизировалось с гуглом, например, там какая-то почта валилась, но при этом тратить там 10 даже тысяч на второй номер не представляется возможным, логичным, нужным, там не знаю, подставьте любой глагол, который вам понравится. Итак, сегодня мы посмотрим вот, в частности, на такую машинку, которую тут я получил практически недавно, называется она BlueBoo Mini. Значит, BlueBoo Mini вообще можно купить тысячи за 4-4,5, то есть 4200 ее средняя цена, даже не средняя, самая низкая, наверное, но по распродаже ее тут недавно отдавали за 50 баксов. Бакс сейчас примерно 64,65, то есть где-то 32, там, ну, 3200, 3300, где-то вот так вот это все получается. Ну, считаем, давайте, там, 4000 рублей, до 4000 рублей. Значит, что может машина до 4000 рублей, сегодня я вам покажу, расскажу и сделаем, соответственно, выводы, стоит ли на нее вообще смотреть. Ну, понятно дело, что спереди это обычный классический такой китаец. Черный экран, да, динамик, камера передняя, никаких светодиодиков нету. Снизу отдельные кнопки, они обозначены серебристом, это кнопки последнего приложения, домой и назад. Назад по-самсунговски сделано справа. Да, не смотрите на экран, здесь наклеены аж две пленки, то есть одна транспортная, под ней защитная и под ней уже экран. Очень удобно, если с транспортной снять вот этот вот маленький ярлычок, что я, по сути, и сделал, можете получить сразу две пленки на халяву, в принципе. Чувствительности, не могу сказать, что как-то от этого сильно падает, что-то происходит, ну, так, плохое. Да, диагональ 4,5 дюйма, в общем, он такой очень небольшой по современным меркам. Сзади, ну, как сказать, я ожидал худшего, дизайн, в принципе, неплохой уж. Серебрянка, понятное дело, чистый пластик, причем недорогой пластик, естественно же. Но на задней крышке, вот, я не знаю, увидите, не увидите, сделана такая текстура а-ля треугольнички, не треугольнички, такие, как бы, половина снежинки, три лучика, и вот сделана такая вот текстурированная поверхность. Очень прикольно, кстати, за 4,5, за 4 тысячи, за 3 тысячи даже получить эту вещь. Никаких отпечатков пальцев, конечно, не остается. Причем разные цвета имеют разную текстуру, я посмотрел на сайте ради интереса. Камера вспышка, здесь все банально, надпись BlueBoo и решетка динамика, тоже банально. Сверху разъем под наушники гарнитуру, microUSB. Снизу обычная дырка, за которой скрывается микрофон. Здесь ничего, ну, а здесь включение-выключение блокировки. Нормально, кстати, такие плотненькие, упругие, нажимаются хорошо, случайно не нажимаются. В кармане, там в руке проверено, все нормально. Что еще могу показать? А, ну давайте я заднюю крышку с него сниму. Тоже забавная вещь, значит, аккумулятор сменный. И здесь у нас две симки, причем одна симка микро, а другая вот эта вот мини, то есть обычного, привычного нам размера. Карта памяти в наличии, так как все-таки 8 гигов встроено, это немного. Можете расширяться до посинения, что называется. Экран, значит, здесь, как я говорил, 4,5 дюйма, 540 на 960. Ну, в общем, это лучше, чем у конкурентов за 3,5 тысячи. Там меньшее разрешение, причем чаще при большей диагонали я там видел меньшее разрешение на 4,5, ой, не на 4,5, а на 5,5 дюймов стоит. То есть вообще какое-то извращение, зерно-зерно. Здесь Android 6.0. Да, довольно свежее решение, но, как по мне, немножко испорченное лаунчером под названием Phoenix. Не Phoenix, как правильно, а Phoenix. Phoenix позволяет сделать различные эффекты переходов между столами, плюс натянуть темы, плюс у него есть вот такая вот, я даже не знаю, менюшка-дополнюшка, в которой есть часто используемые приложения, вот здесь вот сверху, всякие поиски там банкоматов еды и новостная лента. Новостная лента формируется почему-то из российской газеты и комсомолки, я не знаю почему. Есть различные вкладки там бизнес-не бизнес, вот он думает там все обновляет как-то по мере возможности, хотя вот он бизнес, например, не находит. То есть что-то находит, что-то не находит, часто путает логику, то есть у него там, например, в женском разделе может быть про электронику, в женском разделе может быть про какие-нибудь совершенно дикие там бизнесы, про какие-нибудь акции, опционы, еще что-нибудь, в технике там по уходу за лицом что-то, просто какие-то подбор там мази, кремов и так далее. Ну то есть формирует как китаец, условно. Работает машинка довольно быстро и в принципе кроме вот этих вот дизайнерских изысков и возможности на заблокированном экране будить его или тэп-тэпом, соответственно, эгэй, вот пожалуйста он разбудился, или рисованием всяких вот линий вверх, да он это делает не всегда соображая хорошо, ну вот видите он, хоп, запустил, например, настройки. Там можно все это настроить, выбрать, что будет запускаться, что не будет запускаться, можно рисовать там буквы С и так далее и тому подобное, будет запускаться там камера, поиск, ну в общем, все это есть. В остальном, ну не знаю, я бы предпочел чистый Android, но не поставили, значит не поставили, захотели выпендриться. МТК-шный четырехъядерный процессор плюс гиг, кстати, оперативки. Да, они 512, нормальный гиг, но по умолчанию у него жрется меньше половины, то есть, соответственно, у вас 500 там с копейками свободно всегда, ну после запуска, скажем так, после загрузки, вот у вас вот под ваши задачи. Ну вот игрушки, вы сами видите, да, я поставил танчики, в принципе, все крутится более-менее неплохо, можете там выбрать что-то, куда-то пульнуть, проблем я особых не наблюдаю. Да, конечно, многие игрушки не идут, то есть, например, разлюбизный и разлюбимый мной Asphalt 8, он отказался совершенно ставиться, сказал, что на моем устройстве оно не поддерживается. Камера. Камера здесь 5-мегапиксельная с интерполяцией до 8. Результаты съемки вы видите на экране, ну скажу одно, что, ну, господи, это камера, чтобы было. Понятное дело, что в бюджете увидеть маломальски приличную камеру, ну, наверное, невозможно. По итогам. Аккумулятор здесь около 2000 мАч, что немного. С другой стороны, мощности у него вроде как мало, то есть, живет он день. Да, вы не сможете поиграть забористо в игрушки, да, вы не получите какого-то супердизайна, суперкорпуса, да, вы увидите, как бы, странную, с моей точки зрения, странную оболочку, но, опять же, за вот эти деньги, за 3,5, там, ну, до 4 тысяч рублей, это реально его купить, вы получаете, по сути, агрегат, который явно лучше, чем конкуренты. Я посмотрел специально, что продается, там, все остальное, как бы, или в этой цене, оно там 512 оперативки максимум, и все, то есть, вы дальше не разгонитесь, или все, что там гиг-оперативки, там уже HD-экраны, там уже начинается 5 тысяч рублей, ну, там, 4,5, даже, ну, да, не то, что 4,5, там, 4,5, 5 и выше, а здесь мы за 3,5 получаем, в общем, уровень, вполне себе, такого, ну, начального устройства, которое не совсем уже отвратно работает, потому что я иногда трогал вот то, что продается у нас, например, дешевые вот эти вот мобильники, да, которые такие, смартфоны, это берешь, там, господи, глаза вытекают, хочется его отбросить, сказать, языди, демон, что это? Здесь вполне себе работоспособно, орет, ну, так, нормальной громкости, камера есть формально, ну, мало ли, что вам надо, хоть просто зафотографировать, там, лицо крупно, хоть что-то вы там, там, явно увидите. Понятное дело, это не ночная съемка, не вечерняя, но какие-то совсем базовые вещи, крупные объекты он сможет запечатлеть. То есть мы получаем, что за 3,5 тысячи это вполне себе такой здоровый аппарат, и на второй номер это явно намного лучше, чем покупать кнопочную мобилку-звонилку, которая уже давно отходит в небытие, и качество у них такое паршивое стало, что это совершенно не времена Nokia, не времена вот тех самых, там, каких-нибудь Siemens'ов, там, первых, да, и вот тех вот аппаратов с самого начала двухтысячных, там. Здесь этого нету. Здесь у нас, да, такой нормальный, плотный начальный Android с неплохим, в общем, дизайном. Рекомендовать? Да, пожалуй, порекомендую, если вы четко понимаете, зачем вам этот аппарат нужен. Он свои задачи, то есть звонить, принимать почту, там, что-то по минимуму делать, запускать какие-то такие совсем основные приложения, скажем так, базовые, он, пожалуйста, вам позволит. По сути, даже 6-ой Android это уже хороший момент, потому что у многих там чуть ли не четверки еще встречаются, хотя я вообще не понимаю, каким образом это может быть в современном мире. Ну, тем не менее, да, они есть и в определенном количестве. Здесь уже вроде как все свеженькое, бодренькое такое. Присмотритесь, в принципе, занятный аппарат, занятный вот как именно второй такой номер. Все, на сегодня все, я прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok